Социальных вопросов у сейского жителей не меньше, чем у городского. В Фряновцам, чтобы их решать, нужно выкраивать половину рабочего дня и большую часть времени потратить на дорогу. Власти городского округа решили организовать во Фряновском доме культуры единый социальный день. С инициативой выступила представитель уполномоченного по правам человека. Принято решение приехать сюда службам целенаправленно, и я вижу, что в этом есть большой результат. У нас здесь есть служба судебных приставов, потому что тоже много вопросов возникает. Служба, которая связана с системой ЖКХ по сбору денежных средств за оказание услуг. Единый социальный день – удобный формат работы с населением. В субботу специалисты разных ведомств и те, кто отвечает за порядок на местах, дают разъяснения на вопросы волнующих жителей. Единый социальный день важен и интересен для местных жителей. Сегодня здесь собрались представители Управления социальной защиты, фонда социального страхования, коммунальные организации, даже юристы. Но больше всех тем и вопросов, конечно же, в сфере социальной защиты. Люди мы пожилые, никогда не болели, и вдруг случилось несчастье. Но вынуждены были лечиться платно. Нас направили в соцзащиту и в пенсионный фонд. Будем звонить, собирать документы. У меня прожиточной пенсии не хватает немножко. Но как бы этим решили. Вот еще за мусор, за капремонт. Придется ездить в Щелково или не придется все-таки? Да нет, наверное, тут решится все. Мне написали номера телефонов. Ну, жители в основном обращаются по вопросу оформления льготы по капитальному ремонту, мусору. У кого-то льгота оформлена, у кого-то нет. Что-то можно решить через МФЦ Фряновское. Есть у фряновцев вопросы по начислению пенсии. Зачастую для ее перерасчета требуется одно заявление. Звучали нарекания от жителей частного сектора на работу единого оператора по вывозу мусора. Но тех, кто мог из первых уст ответить, на встречу мы не увидели. А еще единый социальный день – это возможность повысить свою финансовую грамотность. Наглядные обучающие фильмы, консультации специалиста, кредитные организации позволят смело сказать «нет» тем, кто попросит назвать пин-код банковской карты. Михаил Налетов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».